Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долларов за баррель приводит вновь к запуску скважин сланцевой добычи, которые там в США И в общем-то это опять же будет давить на нефть и опять же приводить к росту доллара опосредованно Ну и вот как будто эти целый комплекс факторов Фактор того, что все запасники по большому счету переполнены А то, что вчера вышли данные по запасам сырой нефти в США То, что там как бы меньше, чем ожидали Ну уж строго говоря меньше, чем ожидали Но по большому счету все запасники уже и так наполнены И Иран не хочет прекращать, скажем, повышать, так сказать, ну как бы наращивать добычу нефти Хотят отвоевать свою долю рынка и в переговорах участвовать тоже не хотят И все это, конечно же, вот эти все вот события, они, конечно же, приводят к укреплению американского доллара И так без повышения процентных ставок И оказывать негативное влияние как бы на все остальные валюты в целом Вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время начнут муссировать как раз европейские болячки И вот мы с вами увидим новую волну снижения евро В плане еврофранка сейчас видим, что цена пока застряла И как было вчера, со вчерашнего дня и до сих пор здесь пока говорить не о чем в плане торговли Видите, никакой графики здесь не сложилось В четырехчасовом формате, видите, цена находится около уровня поддержки Я так думаю, что все-таки до него она достанет, до этого уровня Так, а это значение, сейчас я скажу Так, это значение 1.08.70 И потом надо уже смотреть, то ли будет пробивать, то ли будет отскапивать Но по большому счету, я думаю, что здесь будет диапазонной торговли Не дающей возможности пока, не дающей возможности торговать Завтрашний день беден на макростатистику Сегодня вот данные по монетарной политике Европейского центробанка Их какие-то решения, которые будут муссироваться Наверняка они будут влиять как раз на курсы Вот, а что дальше? Дальше евро-доллар Вот если посмотреть на евро-доллар внимательно То вот смотрите, в дневном уже формате видно Ну, во-первых, в недельном, опять с недельного начну Цена находится на мощнейшем уровне сопротивления Который находится в районе 1.14-1.15 В дневном формате специальную крупню увеличу Чтобы показать, видите, уже пошла зона полного торможения Потому что уже, смотрите, вот свеча Вот первая свеча, вот она, свеча Которая дала максимальную вершинку Выше которой ни одно тело последующих свечей не перешло А это последующие уже 5 свечей после вот этой свечи Уже в течение 5 дней цена стоит и не может никуда выше двинуться Находясь в зоне сопротивления То есть, по всей видимости, на фоне тех дивергенций Которые мы видим в 4-часовом формате Которые, видите, этому предшествовали Я вчера как раз говорил о том, что нам не хватает еще одной дивергенции И вот наконец-то она так весьма вероятно Вот видите, по крайней мере, на стахастическом осцилляторе Вот она появляется наконец-то, дивергенция Да строго говоря, она даже на ООШКе Видно, что ООШКе просто по телам Видим, что тень вылезла выше Но вот эти тела были цены закрытия выше, чем цены закрытия здесь Поэтому тоже можно считать, что на ООШКе дивергенция О которой как раз я и говорил И вот теперь, как бы с чистой совестью Вполне можно, как бы если цена пойдет все-таки вниз На каких-то решениях, там, Европейского центробанка сегодняшних То это уже будет достаточно такой большой поход вниз Вот, потому что Ну, как бы сейчас все уже перекосы По сути, один перекос перешел в другой И этот перекос тоже должен устраниться Вот, и мы наверняка увидим нисходящее ценовое движение Может быть, к уровню 1.10 опять Не исключаю такой возможности 1.10 или 1.11, по крайней мере Вот куда-то в этот район Давайте смотреть за тем, что происходит И вот вопрос, а заходить когда или не заходить Вот тот треугольник, который рисовал вчера Кривенький, я говорил об этом Слишком много внутренних колебаний Вот в 6 часов он сподобился пробиться вверх Но, как я всегда говорю на своих обзорах И вообще на своих курсах Евро-доллар, когда пробивается в, так сказать Тем более перед важным событием Перед публикацией протокола ФОМС И пробивается ни с того ни с сего 18 часов Это всегда очень большая Ну, как бы прям сказать-то нормальным словом Ну, лажа, короче говоря, это все И, как правило, в такой вот период Не развивается таких нормальных серьезных трендовых движений Ну и вот в итоге, видимо, что это пробитие Оно закончилось таким еще небольшой контрольной попыткой роста О которой я еще вчера днем говорил, что это может быть И все, и все на этом задохнулось То есть, по сути дела, мы сейчас с вами имеем Смотрите, зону консолидации новую Вот эта зона консолидации Которая может предшествовать развороту Вот эта зона консолидации Которая имеет в размере 100 пунктов 100-пунктовая зона консолидации Если будет пробит вот этот вот уровень Уровень 1.13.40 вниз Я думаю, что все-таки движение вниз-то Оно здесь разовьется Ну, как минимум на 100 пунктов То есть, опять же, вот эту зону Можно будет перенести вниз Вот, и пожалуйста, на 100 пунктов вниз До уровня 1.12 Или даже, я так думаю, что вот видите Здесь уровень поддержки 1.11 А то даже и скорее всего даже 1.10 Вот, ну, все-таки коррекции сюда будут Дальше посмотрим Дальше ничего не буду загадывать Но смотрите, какая тут вот Даже прям помельче сделала Смотрите, какая тут череда дивергенций От большой меньше, 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 меньше И все, цена все выше и выше А дивергенции все сильнее и сильнее И вот они вам, пожалуйста, все вот эти вот Предразворотные бултыхания То есть, вот-вот-вот цена готовится уже махнуть вниз Но вот нужен только информационный повод Вот, возможно, нам сегодня преподнесет его ЕЦБ То швейцарский франк Я вчера говорил про то, что канал Про то, что он пробился вверх Вот это пробитие Вот, но смотрите, вчера цена встала Вот я всегда, опять же, говорю о том, что когда цена во что-то упирается И вот смотрите, вот опять же, свеча, вот ее максимум И после этого, опять же, смотрите, следующие четыре свечи не смогли перейти в максимум Вот это как раз сигнал к тому, что нужно позицию текущую закрыть И потом, если что, переоткрыть после каких-то, ну, возможно, откатов Так вот, четыре свечи не могли этот уровень пробить И цена ушла вниз Причем не просто ушла вниз, а очень агрессивно И вот такой агрессивный откат Он мог навести на мысли, опять же В плане того, что Возможно, это не откат, а вообще Продолжение того же нисходящего движения И вот, как бы, понимаете, на коррекциях Такие мощные откаты Вот если есть такая мощнейшая коррекция То ждать и там входить где-то от каких-то уровней, фибоначчи Вот такой мощной коррекции, я думаю, не стоит никогда Потому что, ну, вот, видите, вверх такое движение было достаточно плавное А вниз так раз и стало обваливаться резко Поэтому здесь ждать было бесполезно Если бы ты мелкими свечами, я бы еще понял Когда бы такими крупными, значит, все Здесь от этого ждать нечего И вот этот выход, он оказался в итоге ложным Я его убираю Но это стало понятно еще здесь Для тех, кто какой-то опыт имеет Для тех, кто проходил мои курсы И об этом всегда говорю О том, что если сразу же после выхода за уровень или линию цена Начинает захлебываться и тормозиться Это не хороший прогностический признак И позицию надежнее прикрыть А потом лучше ее переоткрыть Если движение все-таки возобновится Что мы видим здесь сейчас? В долларе-франке сложилась очень интересная ситуация Когда возникают, видите, по линии соединяющие минимумы То есть три точки на одной линии Потом возникает, смотрите, свеча поглощения сегодня возникла Утром И вот пошло восходящее движение А вот по ходу снижения минимумов Видите, наблюдались дивергенции Видите, какие дивергенции И вот эта дивергенция, она, я думаю, так и приведет в конечном итоге Опять же к росту данной паре И видно, что, видите, уже сначала было агрессивное движение вниз Видите, оно скругляться сначала Вот, скругляться и становиться горизонтальным Это говорит о том, что, скорее всего, вот будет вот такое опять движение Давайте посмотрим, что будет происходить в свете сегодняшних решений ЕЦБ Ну вот такое вот сползание вдоль одной линии на фоне дивергенции Вот опять же, ну как бы в паре евро-доллар Здесь тоже не хватало, видите, еще одной дивергенции И вот дивергенцию мы с вами получили И, кстати, видите, здесь практически уровень 0.9544 Цена вот об него бьется, бьется и никак не пробьется Вот, возможно, как раз она отсюда будет откатывать Вот на фоне вот еще одной дивергенции Вот Так Сейчас пока сигналов на вход нет Но, возможно, они образуются завтра или в самые ближайшие дни Но вот я все-таки смотрю, что вероятность восходящего движения в данной паре Она очень даже большая Видите, здесь тем более есть уровень Вот он, вот он, вот он, вот он Уровень 0.95 Ну, как бы 0.95 ровно, 0.9530 Вот как бы на этом уровне цена скакала много раз И сейчас, по всей видимости, уперлась в этот же самый уровень На британском фунте К сожалению, в более мелких форматах для внутридневной торговли нет никаких поводов Потому что, видите, он, его так и штормит Очень большие проходы внутри дня Структуры никакой, по сути дела, нет И вот в этой связи максимум, где можно хоть какую-то структуру отследить Это 4 часа И, в общем-то, по большому счету, сейчас пока это день Видите, огромный размах в 400, там, по-моему, 50 или 460 пунктов Образовался треугольник И надо смотреть, куда он будет пробиваться Вот вчерашний день я сказал, что если закроюсь под линией, можно будет входить Вот, смотрите, вчерашний день протестировал пока уровень поддержки Но не пробился Вот сегодняшний день, опять же, сел на уровень 1.4060 И вот тоже пока на нем трясется Что здесь будет? Будет отскок, будет пробитие Как раз цена нам сегодня, возможно, и покажет А может опять закроется на этом же уровне и застрянет Сказать трудно В общем, ожидание референдума по вероятности выхода из Евросоюза в Великобритании Вот как раз и приводит к большому повышенному давлению на британский фонд Так Говорят, что тихо, как обычно Ну, ничего не могу с этим сделать Могу только громче говорить максимум Все, что я пока могу сделать Микрофон еще ближе и громче говорю Доллар японская иена Тот треугольник, который мы с вами рисовали до этого Вот видите, он включился Как бы еще позавчера, да Вот я об этом говорил Вот смотрите, вчерашний день, сегодняшний Все происходит падение И до целевого уровня 107.30 Осталось совсем буквально чуть-чуть Видите, там совсем немножко осталось до этого целевого уровня А в общем-то я так, ну, практически уверен Что это будет не уровень 107.30 А уровень все-таки 105.40 Или, по крайней мере, даже 105 Потому что здесь находится очень мощный уровень поддержки Вот, и как бы, ну, я показывал уже многократно это И вот совсем недавно показывал по канадскому доллару Эти уровни всегда очень значимы И к ним цена притягивается И все равно они отрабатывают Поэтому я жду уровня 105 иен за доллар Вот в самое ближайшее время Структура включилась Структура, так значит, пошла И эта структура отработает Больше пока здесь сказать ничего не могу Потому что здесь вся торговля, как видите Она идет просто в крупном формате В мелком формате мы видим просто агрессивные падения И все Австралийский доллар к американскому доллару Так, в общем-то, три дня находится в нерешительности После некоторого отката за доллар И что здесь отрисует, пока сказать сложно Единственное, только видно, что сегодня вот с утра Очень хорошо было, так же, как на долларе-франке Видите, три вершинки Только там, смотрите, три донышка было Вот покажу, видите, три донышка было с дивергенцией А на австралийском долларе, смотрите, было три вершинки И видите, здесь уже тоже видна дивергенция На более мелком формате Она еще более отчетливая, эта дивергенция Видите, вот она И вот мы увидели поглощающую свечу сегодня с утра И был хороший сигнал для входа И вот, по крайней мере, видите, до уровня То есть на 80 пунктов можно было сюда вполне встать Ну вот, такая вот здесь информация Более того, смотрите, линия поддержки Вот, линия поддержки Сейчас цена на ней, по сути дела, пока еще встала Но вот если она будет все-таки пробита, данной линией поддержки вниз Я почти уверен, что дойдет до уровня 0.74 Цена в ближайшее самое время Потому что, ну, в общем-то, тут все идет к этому Опять же, ведь движение сначала было агрессивным Потом стало закругляться И сейчас вот идет на излет Даже уже, смотрите, в дневном формате Дивергенция Ну и вот, если уж тут, как говорится, и что-то такое произойдет И цена хоть сколько-то скакнет вверх Это будет крайне ненадолго и крайне недалеко Вот, и поэтому я стрелку вниз здесь и нарисовал Единственное, только пока, видите, стагнация наблюдается Ну, любая стагнация все равно, так или иначе, приводит к ценовым изменениям И мы наверняка здесь в ближайшее время увидим движение вниз Да, спасибо, что вы мне помогаете, Константин Да, вот на плейли, может, посмотрите громкость Поэтому, ну вот, я думаю, что возможно увеличить громкость И вы это сделаете Новозеландский доллар К американскому Ну, похожая ситуация Мы здесь видели В дневном формате, видите, раскачку, расширяющуюся такую формацию Фактически, да Сейчас цена находится около линии поддержки Дневного формата Я вот нечто похожее здесь на канал отрисовал Тоже, видите, вверх цена не пошла В течение шести свечей стояла на одном уровне Не могла пробиться И вот, наконец, сегодня уже пошла цена вниз Ну, как далеко она пойдет вниз, покажет время Но тут в целом я тоже жду пока Вот на фоне всех вот событий На фоне, как бы анализа всех валютных пар Я тоже жду укрепления американского доллара Небольшого, может быть, но, тем не менее, некоторого укрепления Опять же, в сравнении с чем? Да? Ну, вот Евроблок, если Даст опять слабину То, как бы, доллар укрепится И не только по отношению к основному блоку Да? Это единая европейская валюта Но также и по отношению к товарным валютам Канадский доллар Вот, смотрите, очень показательно Канадский доллар вошел в зону консолидации На крупном дневном формате Вот это видно Тоже, видите, вот это происходящее движение Затормозилось Достигло, можно сказать Я вот говорил об этом до этого Целевого значения 1,2830 1,2860 И есть большая вероятность Движения вверх С образованием фигуры двойное дно Канал, о котором я говорил вчера Сейчас некоторый откат по отношению То есть канал уже дал сигнал на рост Был некоторый откат До стоп-лост цена не дошла И опять вот новая волна роста По всей видимости Она так-то будет продолжаться наверх Ну вот самое главное Это будет пробитие значения 1,3180 После чего уже можно будет смело ждать восходящего движения Посмотрим, как будет складываться Так, так, так Вот тут видите Движение вниз И по ходу Если тут дивергенция возникнет Может быть какой-то небольшой Там попыточка вниз Хотя может и не быть Трудно сейчас сказать Потому что видите Структуры фактического движения нету Кроме как вот этот канал Четырехчасового формата Больше нет Но никакой зацепки Нефть марки Brent Вот все тут говорят по радио Что вроде вот Повысилась там на 4% Понизилась на 4% Еще что-то такое говорят Ну давайте с вами посмотрим на графики Вот этот график Вот здесь было падение Вот оно уж было Было так было Здесь был рост Было так было А здесь происходит колебание около одной и той же Одних и тех же цен От 36 до 40 Все вот в этом диапазоне цена застряла И что здесь будет То ли здесь будет расширяющийся треугольник Если цена пробивает значение 42 доллара за баррель И будет двигаться вверх Еще там на Скажем до уровня 45 долларов за баррель Но это оживит и разморозит сланцевую добычу И это опять же будет давить на доллар Если цена будет падать дальше вниз К котировке То соответственно Здесь мы сможем говорить о том Что двойная вершина вот эта вот Пошла отрабатывать То есть в любом случае структура здесь есть И нам остается только следить за развитием событий Ну вот поскольку нефть это индикатив для нас Мы поэтому торговать по ней не торгуем Но наблюдать за ней мы вполне можем Вот все что здесь я сейчас вижу В данный момент Вот я рисовал треугольник Видите он вниз отработал Цена немножко отползла вверх Но в целом видите нисходящая тенденция Вот четырехчасового формата уже есть И вот видите даже в дневном формате Ведь последний был максимум До этого был последний минимум Он был преодолен Если сейчас цена пробивает этот минимум вниз Этот минимум уровень 37 долларов за баррель То вот мы увидим новую волну падения котировок нефти Может быть до уровня опять 1.28 Кто-то тут просил золото Треугольник по золоту наш 4D1 Треугольник по золоту Пытаюсь понять где этот треугольник Если вы имеете ввиду вот этот вот треугольник Ладно, сейчас уберу Вот этот вот, да? Так, раз, два, три Здесь не было отката Если вы имеете ввиду вот этот какой-то треугольник Или вот этот вот треугольник То здесь треугольника нет Здесь вот эта вот волна очень короткая Она не формирует вот этот плечевый треугольник Здесь я считаю треугольник нет Треугольника нет Евгений Так что Никаких здесь треугольников нет День 4 часа А если считать, что вот это вот треугольник Вот видите, вот это движение очень мало Вот если бы оно хоть до сюда, до куда-то было Потом цена сюда вышла Можно сказать Потом, видите, здесь несколько таких вот в этом треугольнике проблем Первая проблема То, что вот эта точка не дошла до уровня И не протестировала его Осталась немного выше И второе то, что видите, вот эта точка по сути очень одинаковая Я думаю, что она незначима, она не сформировалась полностью Потому что цена от нее отскочила достаточно мало Вот Как-то вот все-таки хотелось бы чуть пониже Чтобы хоть две трети этого расстояния было пройдено А то вот как-то Маловатенько, чтобы сказать, что здесь треугольник Поэтому я все-таки более склонен к тому, что здесь можно считать нисходящий канал Вот по этому движению Который пробился Да, действительно Вот Который пробился И вот двойной канал вверх вполне может быть То есть, видите, неопределенко сохраняется И я думаю, что где-то То есть, по сути, видите, цена застряла в этом диапазоне И так она, я думаю, тут будет болтаться Некоторое время То есть, вот до 1269-1270 Где-то вот в этом районе, я думаю, в ближайшее время цена может оказаться Говорят, что рубль тут поснижается Рубль укрепляется Но где он укрепляется, где он снижается Вот давайте смотреть на графики опять же Вот Ничего не происходит с рублем Вот тот уровень, о котором я вам говорил Вот так вот вокруг него сейчас и цена и ходит То есть, рубль стабилен Слава богу, да В плане в отношении к доллару Вероятность стяжения к 64 остается Ну, в общем, пока никаких сигналов на это нет К евро Ситуация похожая Видите, цена оттолкнулась от нижней границы Нисходящего канала И отрисовала нечто похожее Вот опять же, смотрите, как по золоту Очень похоже То есть, смотрите, по золоту и по евро-рублю Прямо, ну, очень ситуация Ну, практически, как один рисунок Считаю, что здесь треугольник Я его, конечно, обозначил Но он не для того, чтобы там, допустим, как бы Торговать А для того, чтобы ориентироваться просто Какие у него цели у данного треугольника И вот обращаю внимание, что вот Вот, смотрите, цель по треугольнику Совпадает с целью по каналу Вот И вот когда такие совпадения бывают Как правило, действительно, они приводят К тому, что цена до сюда доходит И потом уже там надо смотреть, что будет происходить А не для того, чтобы вот по таким кривым фигурам торговать И вот только к этому Я обычно ищу цели и смотрю, что на целевом уровне происходит С ценой, но в более мелком формате Есть ли там разворотные какие-то формации или нет Если они есть, то можно торговать от целевого уровня На некоторый откат В более мелком формате Если это 4 часа, то в 30 минутке, я думаю, вполне можно будет этот откат дальше торговать Потому что, видите, в 30 минутке Это не говорю про евро-рубль Я говорю про то, что можно вообще такие вот формации И как их использовать по-правильному Вот так По золоту Так, звук Спасибо за наличку По вчерашнему анализу Елена уже плюс 130 Ну, отлично, Елена Отлично, я очень рад за вас Да, запись будет Алексей, я запись сейчас сделаю Поэтому на канале YouTube через полчасика вы там ее найдете Ну, в общем, по большому счету, что я могу сказать Я свое впечатление выразил о текущих рынках Посмотрим, насколько оно будет правильным Ну, вот я уже сейчас жду разворотных каких-то направлений по многим валютным парам И уже готовлюсь, так сказать, к возможности заработать на этом Надо ждать только ориентиров этой ценовой динамики И каких-то формаций, которые расскажут нам о том, куда же цена пойдет в ближайшее время Может, это будут каналы Может, это будет какая-то импульсная волна, а потом коррекция до уровня Фибоначчи Может, это будут треугольники, которые сформируются вот за конец этой недели и начало следующей Ну, посмотрим Пока этого нет, мы можем только гадать Все, что я могу сказать по этому поводу Я обычно жду ясности и на ясности уже вхожу А вот пока ясности нет, я считаю, что намного дешевле для себя будет подождать Нежели чем соваться куда ни по поди Для того, чтобы просто хоть куда-то довлезть Ну, это моя позиция Я ее придерживаюсь А каждый из вас, конечно же, волен выбирать Торговать ему в зоне неопределенности или нет Так что, всех вам благ, до свидания Через полчаса будет интересное занятие по графическому анализу Вы также можете принять в нем участие Вот, оно бесплатное Сегодня вечером будет четвертое занятие базового курса Мы будем говорить о разворотах, разворотных моделях И о том, что считать разворотом и какие у него признаки есть То есть, занятие интересное, занятие полезное А завтра будет в теме базовый курс Занятие по мани-менеджменту и по торговым рискам Я расскажу о том, как никогда не лишаться своего депозита И зарабатывать уверенно, что для этого нужно сделать Какие расчеты нужно произвести И каким образом этим пользоваться Ну, в общем-то, желаю всем удачного дня Также спасибо вам за ваши комментарии С вами был Алексей Кузнецов До свидания, до встречи на следующих семинарах Субтитры сделал DimaTorzok